ну что ж всем снова здрасте на сами на связи с вами я максим шустрый и герман грома будем сейчас смотреть за схваткой двух коллективов это апризинг против five chains ну что у нас уже успели начерпать карту люксвиль ну что у нас по составу то за команду правильник у нас играет аналогичный состав вчерашнему а это джем лакост у юс дракс и кислый за пайкчейн такие имениты ребята как кипс мэкин копе нанса и кто-то еще у них последовало притянить не помню кто да вот подождем подождем пока что такте немного плохо слышно погромче не можешь немного раз два три три два раз вот все шикарненько ну что я помню наблюдал вы наблюдали с максимума в этих коллектива что скажешь по определенным на бат и превзоходит свои мои точнее ожидания потому что праздник вчера обыграли именитых прайсов five chains вчера ну буквально почти вырвали победу ггвп про который является фаворитами также как и литерейт в этом сезоне но посмотрим сейчас будет битва так скажем мини титанов пб сцены посмотрим как уже улыбнется матушка фортуна кто кажется сильней я думаю счет будет 10 7 пользу пайп чей как 10 7 ты так сразу аж навеси на всю игру ну слушай фунтами аж такой неловко положение подставишь 10 7 я думаю что тут не 10 минут 10 8 все таки ну 10 8 потому что я думаю апризинг тоже покажу зубки что они не из того тесто сделано из такого из такого размягшего но все-таки будет бороться мне даже тут кажется могут на допу вывести но опять же если вспомнить игру ггвп и фавчинс тут с тобой вот действительно сложно не согласиться действительно ребята вообще из вчера очень сильно борьбу навязали ггвп а те же апрайзинг вообще просто вынесли перед ногами команду дазла то бишь прайс и это очень серьезная заявочка поэтому предугадать победителю очень трудно два коллектива несомненно очень сильные но посмотрим все таки отдал свое предпочтение команде кобе пайф чейн то посмотрим может и апрайзинг у нас сегодня тоже выстрелит как и вчера желаем вам только удачи и также желаем команде пайф чейн удачи посмотрим сейчас последний игрок предпринимателям в команду пайф чейн да у нас онегин кстати зашел вот а вот последний игрок и вот кто-то нас вышел куда-то без понятия до конца что еще может такое добавить кстати что у нас по девайсам у ребяток а пока что нажимаем пока что нажимаем м7 стандартненько все опять же что можно сказать про карту люксвильд ну и для страна я так же здесь синий да тут но я думаю что я смотря кто с каким девайсами играть потому что я вчера особо сильно не мог наблюдать вот с чем играет пак чейнс это по моему 5 аугов или же 1 самая 5 аугов да я думаю что они могут вполне закрытую стать и выбивание опять же будет сложная люкс все таки сам сама по себе хоть все считают то что карты изичная но все таки тоже нужно уметь играть то есть мы только всем к нам саму трудно да вот я к тому к этому и клоню то есть это уже в зависимости как будет действовать апризинг сами за атаку если много тонкости на этой карте также в плане перемещений там каких-то или взаимодействие команды если команда не будет единым целом то есть это все будет отваливаться просто по частям если не будет единого костяка сейчас у команды 5 или у апрайзинг это просто будет габелла это забей тут и лично будет для одной из команд но если команда действительно соберутся и будут действовать как одно целое тогда нас ожидает действительно очень жесткую зарубу потому что карта к тому располагает да ты абсолютно прав ладно вон и коби у нас наконец таки залетел они им ждем твою готовую кнопку радио инвентарь все таки заходит видимо видео начинает снимать ну ладно погнали по нашему счету у нас такого перечипает как мне по моему это не память не изменяет у нас получает актива да вообще всегда по стандарту длина то есть но я замечал некоторые коллективы то нами дал то на площадь на эту карта именно bp то есть кто куда вообще бежит иногда бывает такое я думаю что тут будет понятно и так то что так посмотрим пауэра проб юкране привет золкопа блэйзер у кадетов видимо передает он же но тем не менее первое место уже есть нато делает даблкил и все его страхует в этом джем также в соответствии отмечает и пикосов на предпоследний лакон и также на кино добревает в тренажа я думаю 5 чейн а чем на дипот нет не факт потому что все таки лучше начать за сторону которая будет послабее как бы а уже потом на камбэк такое все таки я думаю что можно и так сыграть ну просто я тебе объясню если они сейчас делают тебя задел хороший по раундам это плюс к морали и будет легче если они сейчас могут сразу слить очень много за атаку это взять о лишь два там раунды или три это может по моральке ударить поэтому я думаю что за синие они начнут все таки у нас какие то краше постоянно да я почитал чат просто вы чего не снимали пишет кипс ясно я на самом деле тоже не вижу логику снимать ножи да но только вот перезаходы вот эти вот чем дело вот когда я играл в машину ножи мы никогда не снимали всегда без них видео точнее было ножи ну а что на ножах снимать в принципе ножи ножи эйс с м7 в топ-10 сразу хаттен да матч еще толком не начался самое интересное уже а будут хаттенов будем делать да хаттенов будут как и легендарного так же и элитного дивизиона но всему свое время подожди я сейчас немножко кстати вот не понял команда АОЭкзе они вообще участвуют здесь или а они АОЭкзе они вылетели еще в квалах то есть они вылетели они в элитном дивизионе нету них по моему там есть шансы побороться то есть там какой-то второй шанс я точно не смогу сейчас вспомнить но есть такое то есть там за выход в клубе они в Сиул еще могут поехать есть шансы да то есть но нужно бороться опять же насколько я знаю не взяли Грея да Грей был тогда на игре я помню мы как раз комментировали с максом и кто играли это АОЭкзе помню первая игра очень отчетливо я помню АОЭкзе против мэдов АОЭкзе просто божили нет просто божили на карте знаешь там какой еще 7-2 БП смена сторон и мэды там такой камбэк делают 10-8 на песчанке что ли да это вот словами не передать это нужно было видеть на самом деле потому что такой ОР такая бакаханалия серьезно потому что мы думали то что все ребята слились там уже и дизмораль скорее всего полом но оказывается ребята наоборот там в пятюне вперед все погнали делаем мейсы делаем по минус 3 минус 4 идем ставить план собственно валить кабины соперниками серьезно а сегодня я в мэдах почему то не увидел астероида что то я даже не знаю с Хивис был не знаю кто это такой состав я только знал там худи и кексика все да вот худи блейс у них по моему новенький но я его еще до этого на арене вообще видел ну в принципе я думаю что состав у них вполне себе резонный но у них там видимо какие-то замены постоянно происходят да и мы начинаем онегин сейчас у нас все таки так да все начинается у нас встреча как я и сказал 5 chains будут начинать за сильную сторону в обороне good luck f1 еще раз добрый вечер уважаемые зрители кто на стриме хорошего желаю вам вечера хорошего поинт бланка наслаждаемся субботним вечером кто может быть лучше посмотрим кто кого думает напряженная или напряженная будет тут уже смотря как оба коллектива будут все таки идти и как будут идти у нас апризинг ну мы с тобой видим то что трое через длину сразу видимо двое из коллектива апризинг нас пойдут собственно через верхнюю верхнюю тумбу да ведь через верхнюю тумбу уже двое на ковше есть кстати опенфраг даже у нас вот от узи драк юзи дракса извиняюсь да юзи дракса наркотики да но тут уже кстати бывает тут уже два человека за дипломе осталось ой 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 я бы пух просто пока покарали своих соперников и уже первый раунд быстро довольно залетает за атаку да очень быстро довольно я прям действительно это ваш не ожидал и молодцы ребята молодцы больше нечего сказать да молодцы но я думаю сейчас файфчень соберутся докажешь нам что это было небольшое недоразумение тем есть прокит уже на нижнюю тумбу но не долетает он немножко и по троечку открывается у нас команда аппрайзинг кислые будут делать опенфраг но все троицы пока что в демах к нему подтягиваются тиммейты возможно это будет фаз заход на верхнюю тумбу лакос также подтягивается к своим пунктам у нас идет десантур на нижнюю у нас пацаны смотрим есть минус первое особи также пулкит нам делают ответные фраги и онегин все таки уравнивает ситуацию по численности игроков живых кислый летает хорошо лакос даблкил делает и ставит жирную точку в втором раунде 2-0 что-то пока что изично я походу был не прав посмотрим сегодня второй раунд закончился у нас лакос отыгрывает по длиннее сейчас также в принципе ой-ой-ой Некеном выходит агрессивно на поджим библиотеки пытается забрать пуха 25 кп все таки у Некена остается отходит предполагает да и вот еще не успели все шифонуть его на 7 позволь спокойно идти от лакоса есть уже окул фраг сразу не отходя в кассу алиэген давать трипл трипл давать трипл трипл четыре отправляет просто в могилу своих противников восемь процентов восемь процентов команды минусом с восемь процент на 1 2 2 3 лакос тоже 2 2 2 5 до 6 прагов в поле поедет будет я думаю что могут могут позвать его еще скорее всего чекает третья лица хотя нет а я в лакон бегать чекать постоянно в поле и на это все эти мы не живы вот по книгу дашьки и пункт одессе по мнению патроны но и было не хватило забрала книги я в шоке 8-0 Лакостно за 3 фрага ой за 3 раунда да ну красиво все равно красиво Онегин отыграл действительно минус 4 сразу вот так вот но Лакостно все таки взял раунды для своей команды 3-0 и как у нас пока что все по стандарту хотя нет в принципе уже по другому делают действует точнее у нас коллектив по апризинг будет видимо заходить на верхнюю тумбу а нет все таки десант работает кислый заход от Коби прием есть разменный Нейкен также будет нас отстреливать своих противников девятки переход на мидл серия минусов от коллектива 5-чейн сын Нейкен забирает нас двоих да 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 просыпаемся посмотрим что сейчас будут делать апризинг у нас поняли они что десантура уже читается у них посмотрим Лакостно будет напрягать длину и четверочка команда апризинг будет повторяю всего отстреливать нижнюю тумбу за пух пытается отстрелить прошива но пока что безуспешно он приходит на хелп юз драк и джем с кислым пытаются что-то попить на троечке у нас нет одни дни но тут работают голову кислого неужели в компании паффи оппорта таки как пункт отступать вам правил это так и 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 так вакуа 3 и довольно да на нижнем томбуе сгназа фото открывает тихоньку альфу на едино также лакос минусу неплохими сами киев составе не сделал десантур на нижнюю тумбу но тут два слова уже третий даже подходят но естественно спокойненько сплит пушили своего противника накачали сенсорные собственно отправить нокаут 4 1 счет она становится с вами он был 8 0 0 0 к действия оппонент отрицает но по другому сяплета у нас заправил подробнее вот и пункт а также не видит а вы абсолютно пустынки это говорит отливают это не только пропускать лакоса предъявить в кухне но я делаю пух какой ошибка в доме нашел просто кипс сам вышел под этот нашив альфа это вот Это уже QA-93. Ой-ой-ой, у нас Дракс вместе с Кишином забирает. У нас ковры. Грамотно очень билстый по чейнге. Так, Коби. Я бы пытался вернуть ковзую команду к игре, но нет, Джем с этим не согласен. 3 в 1 ситуация остается у нас Нанса. Но Нанса может выстрелить, но хотя это люкс, очень честная карта. Да, и Юс Дракс все-таки добирает его. Счет 5-1 за атаку. Если сейчас ребята из 5-чейнг не соберутся и не доберутся последние три раунда, им, ну, очень тяжко придется на смене сторон, потому что такое преимущество отыграть очень трудно. Да, действительно. Так, у меня сообщают, что у меня какие-то фризы происходят. Так, видимо, это и за счет у меня, скорее всего, потому что у меня какие-то лаги. Ладно, все потом уже попиксим. Ой-ой-ой, тебя очень тихо слышно. Очень тихо слышно. Это такая ситуация? Во. Так, и посмотрим, что же у нас будет делать 5-чейнг. Будете прожимать, уже так переобилизироваться. Нет, Лакоста поджимы ловит Некен, Некен разменит поджиму, но тут же сразу кипса ловит пух. И остается опять Некен 1-3. Каждый раунд остается 1-20 игрока живут в стволе у 5-чейнг, у трое у Апрайзинг. Некен идет под углом, минусует пуха. Стыкается отстрелить Лакоста, но кислый на подстраховке. И в 6-1 это развал кабинетов, разбор машин устраивает у нас просто команда Апрайзинг. Очень мощно. Пишет Джем, кого закапывать будем, а закапывают 5-чейнг. И очень жестко закапывают глубоко, без каких-либо шансов. Возвращение наверх, посмотрим, где же зубы. Да, будет нас сразу проходить, кислый, как хорошо мог бы поймать своего противника Онегина. Нет, все-таки Онегин дает минус на коврах, есть также минус от кипса, пух, размен, пух, даблкил на коврах. Совершает Нанса, все-таки отходит назад, заставляет его сместиться ближе к Альфе. Пока что еще толком пленты не продали, будет нас Нэкин Минсиснанса отстреливать в кишку. Собственно, не давать проходить, тут есть уже минус от Нэкин. Ну и заход через мидл, хобби, можно взять, но тут серия минусов от коллектива 5-чейнс принеслась. 6-2, 6-2, нужно забирать не обязательно последний раунд в команде 5-чейнс. Иначе это просто габелла будет нас в минус сторон, потому что 6 раунд за атаку это очень сильно. Если возьмут и седьмой, то, скорее всего, доберут уже финальный счет в свою пользу команда Апраздник. Но тем не менее, пока что счет на 6-2, еще рано сидеть за счетом Апраздник. Тем не менее, Лакос делает минус по Нэкину. Есть первый минус уже, атака в большем чьем. Посмотрим, куда будет делать упор, это тройка, с верхней тумбой плюс вина. Или нет, с верхней тумбой такой же заходит, Лакос чекает кислый минус кипс, А Негин разменивает кислого сразу же. Да, и это сплит, как я и говорил, тройка плюс длина. И остается один Нанк, это бета, и его взрослые два стола в три. Пытаются забрать, а пока что еще живет Нанк, пытаются снилить киджем. Я не вижу Нанк, юз Дракш, юз Дракш, юз Дракш, юз Дракш, юз Дракш, юз Дракш. И последний у нас Коби. Как хорошо это бреет. Если бы сейчас еще Дракш одобрил, было бы вообще что-то нереальное. Возможно, потащил бы раунд Андрей. Но нет, 7-2, жёзденькую, что-то у нас, апрайзинка стреляют. Да, и метко стреляют, кстати. Метко. Настолько метко, что 7-2. Да, вот действительно, что правда, то правда. Потому что, я думаю, все-таки за защиту они должны, действительно, какой-то счет такой, показывать, там 6-3 хотя бы. А тут 5-3 прям как-то отлетели за сильную сторону, опять же. Да. Что-то с нашей командой апрайзинг не то, какие-то они слишком жёзденькие. Но, видимо, ребята очень много паблики играют. Молодцы парни, нужны такие у нас на арене. И, возможно, именно эти ребята будут представлять. Гром, микро, 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 микро. Да, громче, потому что ты так приглушаешься, действительно. Отдаляюсь от аудитории. Да, да, ты когда-то от нас там уходишь, а ты нам нужен тут, собственно. Ну, я здесь, я говорил о том, что апрайзинг такой стрельбой могут, в принципе, и до Аланов-то дойти, а там, глядишь, и замахнуться на Сеул, и кто знает, как там будет. Ну, ванговать на этот счёт, я думаю, пока что не надо всё-таки. Нужно всё-таки ещё отыграть и попасть на Ланы. Это да, я с тобой здесь полностью согласен. Но пока что они подают большие надежды. По второму игровому дню это можно смело сказать, что эти ребята крайне серьёзно настроены на Лан-финалы, и никому не намерены отдавать свои очки. Да, но вот что творится у нас сейчас в 5-чейнсе, я без понятия. То есть, если вчера они против ГГВП хорошо настреливали, то сейчас с ними что-то неладное происходит. Неужели из-за карты? Возможно, какая-то недооценка. Да, возможно, но всё-таки. Не, если так чисто в сравнение взять, то получается, апрайзинг тоже могут так же ГГшек отправить. Да, вот тут к этому всё клонится. И тут, да, вот действительно, вот на Ланы вполне вероятно. Вот то, что выйдут, они да. Ладно. Ну, а мы будем с вами продолжать смотреть игру. Вторая половина матча. Апризинг против 5-чейнс. Счёт у нас с вами 7-2 в пользу коллектива Апризинг. Люксвиль. Для вас я не работаю, я Максим Шустрый. И Герман Громом. Ну что, всё-таки будет у нас с тобой камбэк или нет? Я думаю, надо на это надеяться. А там посмотрим, всё зависит от 5-чейнс, как они покажут свою атаку. Смотрим, что 3-2 играет пока что сплит. Длина будет опрыгаться параллельно с верхней тумбой. Посмотрим, что у нас Кипс с Нейкином придумает на длине. Где-то они опен фраг. Если да, то думаю, от этого минуса будет отталкиваться 5-чейнса. Но пока что у нас всё в дымах лежит нижняя тумба. Длину также отсидывает дымами. Прокиды есть у нас на 9. И пока что никаких контактов между игроками нет. Здесь Кипс с Нейкином. Кипс с Нейкином. Кипс с Нейкином. Кипс с Нейкином. Хорошо отстреливается. Это понятно, что Девчонки будет дойти на длину. И тут вдвоём двоечка. Нейкином. Нейкином. Кипс с Нейкином. Кипс с Нейкином. Как в этом раунде? Нейкином. Кипс с Нейкином. 4-5. Да, пух. Очень хорошо посылал Лакоста. Будет, так сказать, уже заход на верхнюю тумбу. Есть на смесо Джемма. Во-первых, можно было бы и Коби так же принять. 17 КП у него остается. Также проходить через Делл. Будут драк всё-таки напрягать своих противников. Не позволяет толком даже проходить на косом до сих пор. Мутит какие-то дела. Но тут уже всё-таки в два стола будут забирать. Есть всё, драко. Минус. Да, и тут и Сейшка взрывается. Кислый. Тут Кипс-то хорошо отработал по-двоему, но Лакоста. Хорошо поздно. Да. Типа-то должны были быть двоечки. Ну что ж, это у нас уже 8-2. 8-2, да. Неужели всё настолько... Константин Корлеев, разбитая корыта. Да. Давайте так хотите, но это... Не то, что мы ждали до второго дня. Подряд уже у нас просто крышение кабинетов происходит. Ну действительно, что-то с 5-чейсом непонятки. И вот Некен решил вот просто в соло пойти на ВТ и отдаётся спокойно Джему. Тут уже мораль. Тут уже мораль, да, абсолютно мораль. Лакоста ничего не боится. Будут нас в упор заходить из первой главы в Кобе. Моментальный размен делает. Есть минус от нас на тройке также. Кобе ещё один минус. Кобе не согласен с Некеном. Оне Джем ураживает до 2-2. Ну 2-2 Пс, я в туалет Судема. 25 у Кобе. И уходит на своего позицию на Джем, сидит за тумбой. Кислый чекает у нас в 9-ти нижнюю тумбу. Но пока что выхода на нижнюю нету. Онегин. Можно от него посмотреть. Все сейчас будет выходить на нижнюю тумбу у нас. И вот чекает оттуда с 9-ти игрок кислый. Онегин. Будет ли выходить кислый? сейчас будет ждать граница тут чек от третьего лица и там вместе это будет идти есть у пола по кислому и двоечка будет выходить у нее и кислый добревает онегид и остается всего лишь 5 хп у Коби но у его визовик всего лишь тоже 2 хп но тут на прием джем будет работать смотри если Коби дальше пойдет может ваншотить скорее всего из ваншот если Коби выйдет а тут еще и чек от третьего лица сразу ох тыж вот эта реакция вот это понимаю 9 2 дамы и господа был еще шанс конечно у файфчин забрать все таки раунд во второй половине матча не увенчалась это успехом джем сказал нет ребят и кстати у нас на дэл сразу выход втроем будут есть адрактный минус Коби там еще попытается видимо когда стрелять своих противников в отнеке на так же следует минус нижняя тумбе ну и смещение видимо обратно у нас происходит три ситуации у нас то и омега мини джем хорошо заход вт и есть у нас у нас считается добро подстрелиться в топорке кислый брак галабулкил делает и кислый уходит это 10 3 скорее всего у нас будет нанца 1 оставит ружью ну уже свои просто не верят в него просто уже да не верят и это 10 два дамы и господа я так понимаю все покидают да у нас этот турнир нет тут чай групповой тут а здесь же группы группы у нас у нас же группы жене уже я не знаю возможно ли вылезти с таким состоянием ну остается только одно это файл ченс нужно как-то реабилитироваться по крайней мере в следующих уже играх потому что что сейчас творилось это просто нечто какое-то без понятия что с ними произошло вчера показывали хорошую стабильную игру на уровне да будто подменили будто кто-то за их аккаунты сел извините ну прям не верится даже прям даже не верится на самом деле дамы и господа далеко не расходитесь нас ожидает последняя встреча на сегодня буквально через несколько минут у нас будут играть там ггвп ггвп против ух браузер открывайся ггвп против я не помню кого там еще ну в любом случае команда ггвп есть это уже значит что против соков по моему если косов да вот по моему от déjà лаке кром там тоже должна быть очень интересно зарубой сперты не подкачают в виде оскакала китлама будет надеяться на это будет смотреть интересный план там и вернемся буквально через несколько минут Никуда не разговаривать.